Урок математики Очень точная наука, интересная наука. Это математика. Начать урок мне бы хотелось словами французского писателя Антолия Франца. Учиться можно только весело. Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом. Ребята, как вы думаете, что значит с аппетитом? Верно, с удовольствием. Открываем тетради и записываем число. Классная работа. Начинается урок. Он пойдет, ребята, вам впрок. Постарайтесь все понять и все правильно решать. Нарисуйте, с каким настроением вы пришли на урок. Я рада, что у вас хорошее настроение. Надеюсь, что вам будет интересно на уроке. Тема нашего урока – деление с остатком на 10, 100, 1000. Сегодня на уроке узнаем алгоритм деления числа с остатком на 10, 100, 1000. Научимся делить числа с остатком на 10, 100, 1000. И сможем применить навыки деления в повседневной жизни. Устный счет. Математическая разминка. 48 увеличить в 2 раза. 96. Сто сорок увеличить в 5 раз. Семьсот. Пятьдесят шесть уменьшить в 2 раза. Двадцать восемь. Три тысячи восемьсот уменьшить в 100 раз. Верно, тридцать восемь. Чему равна сумма чисел ста двадцати пяти и триста сорока пяти? Четыреста семьдесят. Чему равна сумма чисел двести восемьдесят и семьсот сорок? Тысяча двадцать. Чему равна разность чисел девятьсот и шестьсот тридцать? Двести семьдесят. Чему равна разность чисел семьсот девяносто и четыреста семьдесят? Триста двадцать. На этом уроке мы рассмотрим деление с остатком на числах десять, сто и тысячу. Вначале вспомним признаки делимости чисел без остатка на эти числах. Далее вспомним, что такое неполное частное и остаток. На конкретных примерах рассмотрим, как образуется остаток в результате деления на десять, сто и тысячу. Посмотрите на примеры, записанные на экране. Данные примеры можно разделить на две группы. На деление без остатка и примеры на деление с остатка. Давайте вспомним, как разделить на десять, сто и тысячу. Чтобы число разделить на десять, нужно убрать один ноль. Чтобы число разделить на сто, нужно убрать два нуля. Чтобы число разделить на тысячу, нужно убрать три нуля. Пользуясь этим правилом, найдите значение выражений первого столбика. Чтобы число разделить на десять без остатка, достаточно, чтобы в его записи на конце был хотя бы один ноль. Четыреста пятьдесят разделить на десять равно сорок пять. Чтобы разделилось число на сто без остатка, достаточно, чтобы в его записи на конце было хотя бы два нуля. Четыреста разделить на сто равно четыре. Чтобы число разделилось без остатка на тысячу, достаточно, чтобы в его записи на конце было хотя бы три нуля. Тридцать две тысячи разделить на одну тысячу. Тридцать два. Рассмотрим выражение второго столбика. Пример номер один. Шестьдесят семь разделить на десять. Число шестьдесят семь на десять без остатка не разделится. Выделим в делимом самое большое число до шестидесяти семи, которое разделится на десять. Это шестьдесят. Шестьдесят разделить на десять – шесть. Это значение неполного частного. Найдем остаток. Шестьдесят семь минус шестьдесят семь. Итак, остаток семь. Остаток меньше делителя. Выполним проверку. Умножим значение неполного частного. Шесть на делитель. Добавим остаток. Сравним полученный результат с делимым. Шестьдесят семь равно шестидесяти семи. Они совпадают. Значит, деление выполнено верно. Пример номер два. Двести пятьдесят шесть разделить на сто. Число двести пятьдесят шесть на сто без остатка не разделится. Самое большое число меньше делимого, которое делится на сто – это двести. Два – это значение неполного частного. Найдем остаток. Остаток пятьдесят шесть. Остаток меньше делителя. Выполним проверку. Умножим значение неполного частного на делитель. Прибавим остаток. Сравним его с делимым. Двести пятьдесят шесть равно двести пятидесяти шести. Они совпадают. Значит, деление выполнено верно. Пример номер три. Три тысячи семьсот восемьдесят пять разделить на тысячу. Число три тысячи семьсот восемьдесят пять на одну тысячу без остатка не разделится. Самое большое число меньше делимого, которое разделится на тысячу без остатка – это три тысячи. Три – это значение неполного частного. Определим остаток. Семьсот восемьдесят пять. Остаток меньше делителя. Выполним проверку. Умножим значение частного на делитель. Прибавим остаток. Сравним его с делимым. Три тысячи семьсот восемьдесят пять равно трём тысячам семьсот восемьдесяти пяти. Они совпадают. Значит, деление выполнено верно. Давайте составим алгоритм деления на десять, сто и тысячу с остатком. Возьмём наибольшее число, которое делится без остатка. Получим частное и остаток. Выполним проверку решений. Вы, наверное, устали? Ну тогда все дружно встали. Ногами потопали, руками похлопали. Вправо, ниже наклоняйся. Влево тоже наклоняйся. Покрутились, повертелись. И за парты все уселись. Глаза крепко закрываем. Дружно до пяти считаем. Открываем, поморгаем. И решать мы продолжаем. Ребята, вы, наверное, обратили внимание, что при делении на десять мы узнаём, сколько в числе десятков. При делении на сто мы узнаём, сколько в числе сотен. При делении на тысячу мы узнаём, сколько в числе тысяч. Сделаем вывод. При делении на десять в остатке будет одна цифра. В частном будет число, записанное остальными цифрами делимого. При делении на сто в остатке будет число, записанное двумя последними цифрами делимого. А в частном число, записанное остальными цифрами делимого. Аналогично для тысячи. Есть ещё и один способ деления. Нужно закрыть в числе столько цифр, сколько нулей в делителе. Получим целое число. А то, что закрыли, это, ребята, остаток. Выполните деление с остатком. Объясняем решение. Проверяем. Тридцать четыре разделить на десять. Самое большее число до тридцати четырёх, которое делится на десять без остатка, это тридцать. Три – это значение неполного частного. Четыре – это остаток. Остаток меньше делителя. Можем рассуждать и иначе. Тридцать четыре разделить на десять. Значит, узнаём, сколько в числе тридцать четыре десятка. В числе тридцать четыре три десятка. Три показывает значение неполного частного. А четыре единицы показывают остаток. Второй пример. Самое большое число, меньше делимого, которое делится на сто без остатка, это четыре тысячи сто. Сорок один – это значение неполного частного. Шестьдесят два – это остаток. Остаток меньше делителя. Рассуждаем иначе. Мы делим на сто. Значит, узнаем, сколько в числе сотен. В числе четыре тысячи сто шестьдесят два – сорок одна сотня. Это значение неполного частного. А шестьдесят две единицы показывают остаток. Третий пример. Самое большое число, меньше делимого, которое разделится на десять без остатка, это пятьсот сорок. Пятьдесят четыре – это значение неполного частного. Девять – это остаток. А остаток всегда меньше делителя. Но мы уже умеем рассуждать иначе. Пятьсот сорок девять делим на десять. Узнаем, сколько в числе десятков. В числе пятьдесят четыре – десятка. Пятьдесят четыре – это значение неполного частного. А девять единиц – это остаток. Самое большее число, меньше делимого, которое разделится на тысячу без остатка, это четыре тысячи. Четыре – это значение неполного частного. Сто шестьдесят два – это остаток. Остаток всегда меньше делителя. Можно порассуждать иначе. Так как мы делим на одну тысячу, то узнаем, сколько в числе тысяч. В числе четыре тысячи. То есть число четыре показывает назначение неполного частного. А сто шестьдесят две единицы – это остаток. Сто пятьдесят четыре разделить на сто. Самое большее число, меньше делимого, которое разделится на сто без остатка, это сто. Один – это значение неполного частного. Пятьдесят четыре – это остаток. Остаток всегда меньше делителя. По-другому рассуждаем. Разделив сто пятьдесят четыре на сто, то узнаем, сколько в числе сотен. В числе сто пятьдесят четыре – одна сотня. Один – это значение неполного частного. А пятьдесят четыре единицы – это остаток. Ребята, время нашего урока подошло к завершению. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке узнали алгоритм деления числа с остатком на десять, сто, тысячу. Научились делить числа с остатком на десять, сто и тысячу. И теперь можем применить навыки деления в повседневной жизни. На экране карточки с цифрами-ответами. Нужно решить примеры, записанные на доске, и закрасить ответы в карточках. Решите примеры и закрасьте ответы. Проверяйте. У кого получилась отметка пять – молодцы! Урок окончен. До свидания. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...